Всем привет, меня зовут Павел и вы на канале Просто Play4U. Вторая игра, в которую мы будем потеть ближайшие полгода, это Викинги, War of Clans. Я зарегистрировался в нее буквально пару месяцев назад. Начал очень хорошо, активно, после, после немного моя активность упала, появилось много работы. Сейчас же я обратно буду активно стараться в нее играть, качаться, развиваться. Здесь, как и в других онлайн стратегиях, вы сможете добывать на ресурсных клетках королевства специальные ресурсы, бить своим героем разных монстров, здесь они называются захватчики. Для этого вам придется прокачать ветку захватчиков. Также у вас здесь будет свой шаман. По поводу шамана, скажу в двух словах. Технология, чтобы изучить шамана, очень дорогая, требует очень много ускоров, либо золота, и также очень много ресурсов. А сам шаман здесь стандартный, но есть и нестандартные. Чтобы их получить, надо очень активно участвовать в квестах. Ну, я думаю, игровым способом, чтобы добыть нормального шамана, нужно потратить пару лет, я думаю, так точно. То есть, как по мне, проще просто за реальные деньги купить шамана. Посмотрим, может мы из другого онлайн проекта получится вывести что-то, а здесь что-то купить. Но посмотрим, насколько популярны будут эти видео. Пока наши видео не очень популярны, но это не удивление. Сейчас лето, жара, море, пляж, холодное пиво. Не все хотят сидеть за компьютерами и потеть, как так сказать. Ну, на карте королевства, я думаю, все. Перейдем в замок, посмотрим, что там, как там. А, кстати, у меня 21 уровень замка. Если вы заметили, я уже успел. Как сказали, это для начала пока достаточно. Но вот мы и в замке. Про кучу разных построек, которые здесь есть, я вам рассказывать не буду. Я думаю, со временем вы сами во всем разберетесь. Там нету ничего сложного. Там все предельно понятно и просто. Я лишь покажу, чем я все застроил и как у меня все. Поскольку замок у меня 21, я сейчас максимально стараюсь подогнать все свои постройки к 21. У меня, как вы видите, все застроено лесопилками. У меня стоит так называемый монорез на дерево. То есть я по максимуму добываю дерево. Это самая популярная практика в разных онлайн играх. Где члены одной гильдии или клана добывают разные ресурсы, а в процессе обмениваются ими. Для более эффективного развития. Военные здания у меня застроено все поместьями. Я по максимуму добываю серебро также. Оно нам очень понадобится для развития. А также ускоряет скорость тренировки армии. Как видите, герой у меня 47-го. Качать его очень просто. Я даже не заметил, как это все произошло. Как будет дальше, посмотрим. Шаман 10-го. Но для того, чтобы прокачать шамана дальше, нужны обереги. Как я и говорил, обереги надо либо задротить годами, либо просто закинуть. Но насколько дорогие пакеты, не знаю, посмотрим. Говорили, что нужно будет закинуть 2 пакета по 10 долларов. Как по мне, это не очень дорого, если потом этот аккаунт можно будет продать за 200-300. То есть пожертвовать 20, чтобы продать за 220. Ну, посмотрим. Героя и шамана также можно надевать в разные вещи, которые будут давать вам очень хорошие бонусы. К сожалению, к этому этапу развития я еще не дошел, поэтому ничего вам показать, рассказать не могу. Но как только, так сразу расскажу и покажу. В викингах, как и во многих онлайн играх, у вас будет свой вип статус. Его можно получить как игровым путем, так и за донат. У меня сейчас 11-й вип уровень, я его заработал игровым путем. Он дает очень хорошие бонусы и помогает мне быстрее развиваться. Также очень хорошо помогает в развитии клан. К сожалению, меня выгнали с клана. Сейчас я без клана, так как я пропал на пару дней. Я пропал и меня исключили как неактивного. Я же сейчас буду очень активен и постараюсь как можно быстрее восстановиться в клане. Так как клан помогает не только ресурсами, советами, но и также может поражать так называемые ручки. Тем самым ускорить ваш процесс изучения или строительства. Также вместе с кланом вы будете участвовать в разных соревнованиях, где будете зарабатывать ускорение и золото. Золото это основная валюта. С помощью золота вы будете очень активно развиваться. Что касается соревнований, их здесь достаточно. Как одиночных личных, так и клановых. И чем активнее вы и ваш клан будете, тем больше вы сможете заработать. И тем эффективнее и быстрее вы сможете развиваться. Сейчас перейдем в так называемую Академию Раку. Там я покажу какие знания здесь можно изучать, какие у меня уже изучены и какие я планирую изучить. В Ракуле вы сможете найти 10 веток технологий на изучение. Это экономические, военные, шпионаж, обучение, захватчики. Также герой, войска первого пятого тира, войска шестого тира, войска седьмого тира и шаманы. Одна из самых дорогих веток. Поначалу я конечно же качал все подряд. Так как особо не вникал. А уже после мне объяснили, что нужно прокачать экономическую ветку. Хотя бы строительство и вид своего ресурса. Я на максимум прокачал скорость строительства, чтобы максимально быстро строиться. И деревообработку, чтобы максимально добывать дерево. Вот строительство и деревообработка. Дальше я ничего толком не качал. После же мне сказали, что нужно будет на максимум прокачать ветку захватчики. Чем я сейчас и занимаюсь. Я стараюсь на максимум прокачать все знания в этой ветке. И открыть шестых захватчиков. Чтобы максимально быстро и эффективно выбивать с них ресурсы для изготовления шмотов. Чтобы сделать пару шмоток и получать хороший бонус. А уже после я перейду к военным технологиям. И буду изучать, открывать войска. До первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого тира. Чтобы можно было уже после активно воевать. Это так называемые мои планы на ближайшие полгода. Чтобы максимально эффективно прокачать свой аккаунт. И уже после можно было его хотя бы кому-то за что-то предложить. Я старался максимально коротко и понятно рассказать вам про саму игру, про викинги. И про свой аккаунт в ней. А также поделился планами, как я планирую его развивать в ближайшие пару месяцев. Кто еще не в курсе, мы запустили онлайн проект. 2,5 тысячи долларов за полгода, играя в онлайн игры. Ссылка на первое видео будет в описании. Там я подробно рассказываю об этом. Как будет развиваться этот аккаунт или многие другие. Подписывайтесь, следите. И возможно в конце года они уже будут вашими. Так как мы планируем добиться своей цели. И разыграть аккаунты между своими подписчиками. Всем спасибо за внимание. Думаю это видео было полезным для вас. Ну или хотя бы повеселило вас. Еще увидимся.